уничтожать историческое наследие. Лично все, что связано с историей, а Южная Осетия, как я вам говорил, богата историей, то есть тут кочевали все, и было огромное грузинское влияние, и персидское влияние было. Но не во всей Южной Осетии, а не во всей Южной Осетии, а в равлиной ее части. То есть горные общества никогда не были покорены при себе. Горные общества Осетии. Вот. Но в равлиной части было большое влияние грузин. Очень много было поселений, до сих пор сохранились и поселения, и кладбищ армянских очень много. И в Ленигорском районе, и в Циканвале был целый армянский квартал. Да что говорить, в горах, в горах, где перевал Жомах, ущелье, Жомахское ущелье, даже там находится, называется Сомих овсяк, что означает армянский перевал. То есть там вот настолько... Вот. Надо лучше изучать историю, елки-палки. Вот есть вот из Туфа сооружение. Купелью, наверное, и назову. Тоже было с крышей, скорее всего. Крыша полностью сделана из черепицы. Вот здесь запасные валяются. И крепостная стена. Ну, как и делали в то время, здесь в Южной Осетии именно и церковь Тихуа, которую я вам еще, кстати, не снимал, они все изначально были как крепости. Не просто церковь, а церковь-крепость. Укрывались, защищались, оборонялись. И даже нельзя, окна такие маленькие, оттуда можно было гулять. Вот. В общем, надеюсь, вам было интересно. Конечно, в начале видео вспоминается это все. То, что вспомнил военные действия тех 90-х годов и 2008 года. Грузины обвиняют нас. Мы обвиняем их. У нас есть взаимные претензии. Но, я считаю, что все-таки правда за нами. не надо было начинать войну и жили бы все мирно. Вот. Очень интересно. Его, кстати, на дорогу не видно по направлению Двенис. Это вот практически выезжая из Эдви, краешком, если наблюдать, летом его вообще не видно с дороги, потому что все под листвой. сейчас я тоже его заметил, благодаря черепице, а то бы даже не догадался, что здесь есть такая церковь. В общем, в этих селах нужно ходить осторожно, потому что после войны еще могут быть не деда, не деда, может быть, где-нибудь заминирована. Но с войны уже прошло 9 лет. Так что, надеюсь, уже таких случаев не будет. в Эридвии, помимо этой большой церкви, есть еще маленькие часовни чуть подальше, там, где у них кладбище. А здесь кладбища не было, хотя там есть старые надгробные плиты, но современных захоронений там нет. В общем, вот такое познавательное и для себя тоже путешествие в Эридвии. Ваш Гурамка.